Сегодня я буду готовить торт Микадо, или Микадо, и для него нам нужно будет вареную сгущенку. В магазинах продается, однако, это химическая хрень, поэтому я беру хорошее сгущенное молоко, в данном случае Рогачев. По-моему, это самая лучшая сгущенка в наших магазинах, но если не лучшая, то одна из лучших. Так, берем банку комнатной температуры, кладем в кастрюлю, заливаем холодной водой, чтобы банка была полностью покрыта, и отправляем на плиту. Даем закипеть, после чего убавляем огонь на минимум и варим 3 часа. Всем привет! Пока варится наша сгущенка, приступим к приготовлению теста. Для этого нам понадобится 100 грамм яиц. Говорю в граммах, потому что яйца у всех разные. Добавляем щепотку соли. И начинаем взбивать. Когда яйца немного разболтались, всыпаем 100 грамм сахара. И продолжаем взбивать до пышной пены. Мы готовим не бисквит, поэтому вот такой консистенции нам будет достаточно. Добавляем масло. Сливочное масло жирностью 72%. И все аккуратно перебиваем. В яично-масляную смесь выкладываем всю сметану. Это 180 грамм. Перемешиваем миксером. Миксер здесь необязателен, можно вымешивать лопаткой. Сметану я взял 15% И начинаем добавлять муку. Не всю сразу, постепенно. Муку я предварительно просеял. Это обычная пшеничная мука высшего сорта. Когда тесто станет как тесто на оладьи, мы туда добавим чайную ложку соды. Первую часть муки перемешали. Насколько вы видите, тесто достаточно мягкое и тягучее, и сода в нем хорошо перемешается. Всыпаем чайную ложку соды. Еще раз хорошо перемешиваем. Добавляем еще муки и начинаем вымешивать лопаткой. Нам нужно добиться консистенции теста, как мягкий пластилин. Вымешивать тесто лопаткой больше не представляется возможным, так как оно достаточно твердое уже. Поэтому выкладываю на стол, вымешиваю руками, периодически подсыпая муку. Тесто готово. Оно не липнет к рукам. Сейчас я его заверну в пленку и уберу в холодильник отдохнуть минут на 30. Прошло 3 часа. Я вынул сгущенку из воды и теперь оставляю ее остывать. На это потребуется примерно час. Результат. Ой, по запаху, как в детстве. Офигенски. Сейчас я что-нибудь кулупну, посмотрим, насколько она густая. Но она и должна быть густой, потому что мне ее с маслом взбивать потом на крем. Да, очень хорошая. Вот такая. Классная. И вкусная. Вес теста у меня получился 965 грамм. Теперь я разделю его на 10 частей, то есть по 96 грамм. И начну раскатывать и выпекать. Вы можете сделать больше или меньше коржей, но я не хочу очень сильно заморачиваться, поэтому их будет 10. Все 10 кусков я раскатываю в тонкие лепешки и выпекаю на силиконовом коврике в духовке, которая предварительно разогрета до 180 градусов. Выпекаем до легкого румянца. На раскатанный корж я кладу крышку, которая будет соответствовать размеру вашего торта и обрезаю. После выпечки получаются вот такие симпатичные блинчики. Чтобы они оставались ровными до сборки торта, на них нужно поставить небольшой гнет. Вот так это выглядит у меня. Вот здесь уже 9, берем 10, кладем сюда. И вот так вот на каждый блинчик я ставлю обязательно поднос, тарелку и сверху баночку с солью. Чтобы они были ровными, когда мы будем мазать кремом. Обрезки от коржей я не выбрасываю, не использую их повторно. Я их оставляю и сейчас запеку, а затем из них сделаю крошку для украшения торта. Итак, наши красивые коржики я сейчас отправлю охлаждаться. И займусь приготовлением крема. В чашу миксера отправляю 300 грамм сливочного масла и взбиваю его до белого состояния. Масло взбилось, оно стало белым и воздушным. Теперь начнем добавлять сюда вареную сгущенку. Крем взбился, сгущенка хорошо разошлась с маслом. И теперь мы сюда всыпаем 25 грамм обычного какао. И на медленной скорости начинаем перемешивать. Крем готов. Итак, дорогие друзья, мы подошли к сборке торта. Чтобы торт у нас не ездил по этой штуке, кладем сюда немножко крема, чтобы он прилип. И кладем первый корж. Так, чтобы он был примерно по центру. Прижимаем, смазываем кремом. Итак, корж на корж до 10. Ну что ж, тортик собран. Торт Микадо или Микадо готов. В идеале, конечно, здесь нужно сверху посыпать натертую шоколадку. Но ее у меня нет. Отправляем его настаиваться до утра. А это часов в 12. Короче, до завтра. Завтра отрежем кусочек. И снова здорово. Наступил вечер следующего дня. Половину торта уже скушали. Теперь я хочу оставить свой личный отзыв по этому торту. Может, я чего-то не понимаю. Может, я далек от армянской кухни. Но торт получился как сухарь. Несмотря на то, что он стоит уже сутки. И в холодильнике стоял. И при комнатной температуре. Он похож на печенье с маслом. Я делал четко все по рецепту. Есть женщина в ютубе, армянка. Она делает этот торт. У нее там куча восхищенных отзывов. С которыми я категорически не согласен. Да, попадаются там единичные люди, которые пишут, что сухарь получается. Ну, не знаю. В принципе, кушать можно. С кофе он вообще на ура пойдет. Рецепт я оставлю под видео. Пахнет, кстати, он тоже вкусно. И прослойки, смотрите, какие аккуратные. Кстати, крема я сделал в два раза больше, чем было заявлено в рецепте. И даже за счет этого он не стал более мягким. Ну что ж, пусть это будет моей ошибкой. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте ваши комментарии под видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok